Всем привет! Сегодня у нас видео будет история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, затем вы напишите свои комментарии, прокомментируйте историю, дадите советы девушке. Если вы считаете, что такие видео полезны, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы приступаем. Здравствуйте, Галина, вы замечательная. Стала вашим зрителем недавно после того, как начала активно общаться с турецким мужчиной. Приступим к историю. Однажды я зашла в фейсбук, увидела запрос в друзья от брата моей подруги. После подтверждения запроса появился еще запрос какого-то парня, который был мне прислан еще год назад. Я зашла на его страницу, это был турецкий мужчина, неожиданно для себя я подтвердила запрос. Очень быстро, и он мне написал, а точнее прислал руку, что Маша, в общем, я ему ответила, и также мы начали общаться на английском. Он сразу начал говорить о том, что он мечтал о такой девушке, как я, что он был бы сам счастливым человеком на свете, если бы я была с ним, что он действительно серьезно настроен и предложил перейти общаться в инстаграм. Я была не против, и он начал писать туда, один из первых сообщений было такое, давай поженимся. Я тогда несерьезно это воспринимала, потому что очень много раз читала такие сообщения от малознакомых мужчин и не ведусь на это. Он сказал, что я лучший подарок на его день рождения, оказалось, что в этот день у него действительно день рождения, ему исполнилось 34 года. Мы идеально подходим друг к другу по возрасту. Внимательно посмотрев его страницу в фейсбуке, я заметила, что много фотографий с алкоголем, в основном фото были на странице его брата, который старше его на 20 лет. Я пошутила, что это наверняка стильно фотографироваться с алкоголем, просто, наверное, я об этом не знаю. В общем, было заметно, что ему этот комментарий мой такой язвительный не понравился, и моя шутка ему не пришлась по душе, но он держался достойно. Закончилось это тем, что я сказала, если выпивать алкоголь, например, по праздникам, я не вижу здесь ничего страшного. На следующее утро он написал мне, что когда проснулся, проверил телефон, был ли это сон, потому что он не мог поверить своему счастью. Наше общение очень быстро набирало обороты, он говорил мне с Анисавеером, Машком и так далее. Примерно через 3-4 дня я перестала с ним разговаривать, потому что он говорил, что хочет быть со мной до последнего вздоха, а мне требовалось вообще-то время, чтобы понять, достойный ли он человек. И в споре он написал, что он что, сумасшедшая, что ли? Меня это так обидело. Я ему написала, что он говорит, что он говорит, что он хочет быть со мной до последнего вздоха. Он писал мне 3 дня, я молчала, но не могла выбросить его из головы. На третий день моего молчания я сказала, что не хочу, чтобы он на меня злился. Предложила закончить наше общение в дружеской обстановке. Закончить общение нам не удалось, он объяснил, почему так повел себя. Так давайте я буду останавливаться сразу, потому что потом возвращаться к этому трудно. Проблематично искать эти все моменты в тексте. Я сразу вам скажу. Захотелось бы закончить общение, я бы... Нет никакого расставания на дружеской ноте. Я либо расстаюсь, либо нет. И, естественно, это была ваша, скажем так, провокация открытого контакта, чтобы он вам снова написал, обратил на вас внимание, чтобы он вам объяснил, что в итоге вы, короче, добились то, чего хотели. Правильно? Это не надо обставлять так, что я типа просто так. Я хочу со всеми оставаться друзьями. Ну что за бред? Мы для всех любимыми или друзьями, хорошими, мы не 100 баксов, да, что всем нравится. Хорошими, особенно для бывших, мы никогда не будем, потому что у всех всегда к нам остаются претензии. И у меня вообще возникает вопрос, если человек говорит, я хочу быть для всех хорошим, иметь со всеми хорошие дружеские отношения. Что за пунктик на этой теме? Почему тебе трудно быть для кого-то плохим? Зачем тебе нужна эта дружеская именно нота со всеми подряд, да? Это уже немножко другой вопрос. В итоге он объяснил, почему так себя повел. Я подумала, что, возможно, я действительно немножко погорячилась. Вам мирное, в скобочках, во мне заговорил невротик, который живет во мне. После этого у нас были отношения-колебания. Примерно на месяц времени то любовь-то в скандал. Кстати, он даже поздравил меня с месяцем наших отношений, нашего знакомства, и постоянно подчеркивал, что я его девушка, будущая жена, мать его будущих детей. Я узнала, что у него была жена турчанка. Они прожили вместе три месяца. И он сказал, что это так, как однажды он вернулся домой и видел, что жены нет, денег, золота нет. Назвал ее воровкой. И сказал, что вообще этот брак был ошибкой, потому что они были мало знакомы до свадьбы. Меня это насторожило, но я решила, что надо смотреть, как будет вести себя дальше. Главное ведь, что он развелся. Я не отвечала ему взаимностью на 100%. У нас были ссоры. И однажды мы очень сильно поссорились. Здесь я остановлюсь. Да, у вас живет невротик, который на 100% не отвечает. С одной стороны, можно сказать, ну, это же техника типа а-ля безопасности. Как можно любить, мы еще не знакомы. Совершенно верно. Но при этом конкретных же действий встреч не было. Об этом разговоре что-то произошло. Вот столько, знаете, красиво говорил жена, жениться, дети. Когда-то там что-то там, конкретные действия никаких по конкретике. Вы ругаетесь. У вас ссоры какие-то и претензии. Я чувствовала себя ужасно. Мне хотелось просто лечь спать, чтобы не вдумать об этом. Это продолжалось сутки, один день. И вечером он написал, что не может без меня. Мы начали снова говорить. Но мне было больно. Я не могла вновь ему открыться. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. В итоге он сказал, что любит меня. Что его семья знает обо мне. О его намерениях. О том, что он планирует лететь ко мне. И хотя он это уже говорил мне раньше. Я почему-то расплакалась. Я не знаю почему. Просто он перестал меня в чем-то обвинять. Вот и ответ. Он перестал меня в чем-то обвинять. Я даже расплакалась от радости. Вас в детстве обвиняли. Очень часто. Ты виновата. Вы это очень часто слышали. И поэтому вас это все задевало в нем. А я ему часто говорила. Если что-то не устраивает тебя, ты можешь уйти. Я тебя насильно не держу. Иногда бывали дни, когда он вел себя как зависимый. Как будто я его наркотическая доза. Просил пообещать, что я не ставлю его до последнего вздоха. Говорил, что хочет ко мне как сумасшедший. Я чувствовала, что это правда. Он только говорил и чувствовали. Часто говорил, что он меня любит больше всего. Даже больше жизни любит. Даже во сне. Я самый дорогой его актив. У меня вопрос. Если актив в том, что он туда вкладывал ваш актив, кроме времени потраченного в переписках. Несмотря на все это, были некоторые вещи, которые меня смущали. Он не имеет друзей. Вот молодец, что вы замечали, что вас смущало. Он не имеет друзей. Дружит только с коллегами по работе. Вечером проводит дома за просмотром телевизора. И иногда с родными, которые живут совсем близко. Кстати, его город находится недалеко от Стамбулом. Но он всегда переживал, что мне там не понравится. Потому что город не является ярким. На самом деле, это его не уверенность в себе. У него большие проблемы. Он считает, что это не город. А он будет недостаточно ярким, недостаточно интересным. Если девчонки меня смотрят с нашего марафона. Помните, я вам как-то говорила в эфире о том, что у мужчин страх отношений. Одна из форм страха отношений мужчины. Не быть достойным. В том плане соответствовать, покорять. Потому что если мужчина этому не соответствует. Считает, что я недостаточно хорош для этой женщины. Или не могу перепрыгнуть кого-то, кто был до меня раньше. Для них это очень болезненно. И мужчина в таких отношениях чувствует себя неуверенно. Это его страх в отношениях. И очень часто мужчины не сближаются. Они до определенного момента, до серьезных шагов. Типа предложения, съехаться жить и так далее. Не доходят. Потому что мужчину стопорит вот этот страх. И ответственность какая-то. И самое главное соответствие. Он работает госслужащим. Рассматривает жалобы. Решает какие-то вопросы. Понятия не имею, хорошая ли это работа. Он говорил, что у него есть друг, который живет в моем городе. Друг женился, живет тут, где я. Сказал, что не знает, как ему поверила его жена. Потому что он ему сам-то не доверяет. Хороший друг. Которому он не доверяет. Не такой уж и друг выходит. Я это слушала как детские сказки. Потому что раньше он говорил, что хочет меня с ним познакомить. Когда он будет здесь. А теперь его друг стал мошенником. В общем, я заметила, что он не доверяет людям. Иногда он вел себя как очень мудрый человек. А иногда просто как ребенок. После двух месяцев общения я поняла, почему он спит до 11 утра в выходные. Потому что он выпивает. Я так поняла, что как минимум 3 раза в неделю это происходит. Когда я подняла эту тему в субботу. После того, как он в пятницу выпивал виски. Сказал, что это немного настораживает. Я сказала, я хотела бы, чтобы мы попытались решить эту ситуацию. Нашли какой-то выход. Он сказал, что ничего не может сделать. Ему это нужно. И когда он выпивает, ему нужно, чтобы никто не мешал ему. Вы сделали здесь запрос на партнерские понимающие отношения. Вы вышли на контакт, на диалог. Вы совершенно правильно поступили. Вы предложили решать проблему вместе. Мы же в отношениях. На что он закрывается, уходит от диалога. Говорит, вообще мне нравится бухать. Мне так классно. Я успокаиваюсь, потому что он в депрессии. И мне вообще нравится, когда я бухаю. Чтобы ко мне не лезли. Я ему сказала, чтобы я ему не мешала, для этого я должна заниматься своими делами, чтобы этого не видеть. И я бы начала отдаляться и мне интересоваться. А потом мы стали чужими людьми и добавила, что если не хочу, чтобы мы испортили жизнь друг другу. Он пытался сделать меня виноватой. Естественно. Потому что вина на нем. Он не может принимать вину свою. Брать ответственность за свою жизнь, за ситуацию. И вина в том числе это показатель ответственности. И сказать, да, типа я не прав. Поэтому он пытался перевалить на вас. Логично. Сказал, что я это делаю выбор. Ну вот. Я беру ответственность на себя, да. В следующем сообщении попрощался со мной. Но сразу его тут же удалил. Потому что знал, что я попрощаюсь в ответ и не буду больше писать. В конце он сказал, что я не оставила ему выбора. Опять на вас ответственность, да. И вновь пытался меня сделать виновата. Я просто почитала и не стала отвечать. Через пять дней, поздно вечером, он написал мне, что не может меня выбросить из своей головы. Я не открыла сообщение. И в мыслях я вообще-то просила, чтобы он отменил отправленное сообщение. Потому что уверена, что он не готов к изменениям в своей жизни. И так и получилось. Он эту отправку отменил. Если он утверждал, что я его все, что он не представляет свою жизнь без меня и не может жить без меня. Это же ложь получается. Он не представляет свою жизнь без бутылки. А жить без меня он может. Он же от меня отказался. Я постоянно размышляю, что он в депрессии, бедный, несчастный. Хочется ему помочь. А потом привожу себя в чувство и понимаю, что я совсем схожу с ума. Если я собираюсь его жалеть, он считает, что у него все нормально. Его это устраивает. Я прошу прощения за ошибки. Я не изучала русский язык и не использую в повседневной жизни его. Но прекрасно понимаю язык. Я очень прошу помочь разобраться, почему, что я не могу понять, он нормальный, или это я его плохим считаю, или я таким его сделала в своей голове, или наоборот, он хороший или плохой. В общем, может быть, я его хочу оправдать и быть спасателем. Простите за много текста. Большое спасибо за ваше уделенное время, за вашу работу. Вы молодец. Анализируете. Я вижу, что вы шарите в психологии. Книжечки какие-то читаете. Очень фразочки такие правильные. Да, вы совершенно верно подметили. Вы сейчас пытаетесь из него залезть в треугольник, может быть, Картмана. Вы пытаетесь стать еще и спасателем. Потому что вы и агрессором здесь были, вы наезжали, вы требовали. Ну, не прямо, в прямом смысле, такой лайтовый вариантик, да. Вы, по сути, я бы не сказала, что даже это агрессия. Он так может воспринять как агрессию, да. У вас, потому что с ним ругань была два месяца туда-сюда. Затем вы были жертвой. Да, он бухает, мне это не нравится, мне неприятно. Вы, по сути, поступаете правильно. Вы предложили диалог, как я раньше сказала. Вы были настроены и правильные действия предпринимали, если бы вам хотелось партнерские, доверительные, нормальные, здоровые отношения, как и должно быть, чтобы быть счастливым. Да, решать проблему и переходить дальше в отношениях в новый, как сказать, степ, в новый шаг сделать, новую ступеньку в развитии. Но особенно не получилось, потому что он вам отказал, по сути. И да, я бы даже и не сказала, что вы прям невротик, потому что невротик бы вцепился, и вы бы ему не думали в голове, ой, хоть бы он отменил вот это сообщение, чтобы его не читать. Вы бы как невротик, как в первый раз реагировали, вы бы ему потом написали, типа, всё, прощай ему в ответ. Вы бы ждали вот этого контакта, вы бы влезли, опять это всё не сто раз воршили, тем более он вам дал сигнал, сказал, я тебя не могу из головы выкинуть. И вот в этот момент вы уже, по сути, обрезав, не возвращаясь к диалогу, вы молодец, вы невротическую связь перекрыли, отрезали, умничка. Не возвращаемся, лучше ничего не будет. Он правильно, он сделал свой выбор, вам открыто об этом сказал, мне нравится бухать, чтобы меня при этом не трогали. Соответственно, ты делай свой, он у вас ещё ответственность, всё скинул, видите, какой он вообще безответственный, ребёнок, депрессии, да, совершенно верно всё говорите. Потому что алкогольная зависимость – это симптом депрессии. Ну, в общем, смысл какой? Вы молодец, что вы не продлили свою невротическую реакцию, привязку к нему. Но сейчас у вас, да, наркотик внутри, ломка невротическая, а вдруг я не права, у вас всё сразу вперемешку. А может мне побыть спасателем при этом, потому что это повод стать опять невротиком, да, опять в это влезти. Это благое мнение для себя, оправдание. Я же такая хорошая, я буду спасать, помогать. На самом деле я ввязаю опять невротические отношения в больные, которые к результату хорошему, к счастью, не, естественно, не придут. Это больные отношения, они изначально больные. Это мучения. И то, что в вашей голове сейчас происходит, колебания, это мой мозг пытается обратно меня вывести, мою здоровую психику, здравый мой ум. Вы молодец, у вас есть это уже. Вы потому что небезвольно делаете, что хотите, там идёте на поводу невроза. Вы себя контролируете, умничка, так и держите дальше. И ваши мысли пытаются ваш мозг обратно воспихнуть, ваш настрой здравый на то, как было раньше. На невротическую реакцию. Давай, привяжемся, смотри, можно и спасателем быть. Вот такой треугольник картмана залез, вообще супер. Короче, наш клиент, давай, хватайся за него. Он ещё и на расстоянии. Это же преграды, проблемы, страдания. Просто супер, но вы этому не поддаётесь. Я вам рекомендую продолжать в том же ключе. Ни в коем случае заблокируйте вообще его везде, чтобы он вам не мог не написать, не выйти на связь, потому что у вас, если такое шаткое состояние, вдруг причиной, я не знаю, плохого настроения, тяжести какой-то моральных, каких-то переживаний на работе, проблемы и тому подобное. В общем, в моменты такой трудной и моральной такой слабины, вдруг вы дадите эту слабину, короче говоря, и влезете в это обратно. Второй раз из этого вылезать ещё труднее будет. Почему невротики мучаются так? Потому что они страдают, находят, они и жертвы, и спасатели. Им это нравится. И с каждым разом вылазить из этих коврижек, вторичной выгоды этих положений, очень трудно. Это же заманчиво. Получать внимание, одобрение от людей вокруг, которые тебя жалеют, например, или говорят, молодец, мужика спасаешь, и вся вот эта история. Так что моя рекомендация, да, это ваш мозг пытается вас впихнуть на старую дорожку. Вы молодец, не поступили, как поступали раньше. Мужчину заблокировать, не общаться, и впредь, когда вы видите в общении, что вам не нравится. Вот она проблема в чём, что вы изначально, почему чуть-чуть два месяца пообщались, что не вы не осекли его, когда у вас уже были сомнения, вас выгорели, у меня уже напрягало, что у него нет друзей, что что-то не то, как-то не так. Вот, вот тогда надо было прям сразу диалог открыть, открывать, вступать в беседу, задавать вопросы на этой стадии. И вам бы не пришлось так болезненно узнать, например, что он даже бухает, да, у вас будет на это само собой вышло, вы бы столько времени два месяца не потратили. Но молодец, моя главная рекомендация, если вам не нравится, вы не должны быть в отношениях, которые вас не устраивают. Раз. Два. Я имею право, чтобы меня любили, уважали, и со мной шли на диалог. И три. Я уверена, вы делаете работу над собой, то, что вы написали ваш запрос на партнёрские, здоровые, нормальные отношения с диалогом. Это работа, проведённая над вами. Вы сейчас находитесь, точно определяю на стадии, вы из невротика превращаетесь в человека здоровой психикой, с запросом на нормальные, здоровые отношения. И с этим я вас поздравляю. Девочки, пишите ваши комментарии, что вы можете посоветовать героине письма. Она смотрит, понимает, она хоть и не говорит там на русском языке, но его понимает, не пишет его. В общем, будет очень интересно, что вы напишите ваше мнение по этой истории. И я напомню, что у меня всегда под видео есть моя почта в инфобоксе. Если вам нужна консультация меня как психолога в теме письма, напишите консультацию. Если вам нужно опубликовать историю, как я это видеоответ делаю на канале, то пишите просто в теме письма история или анонимная история. Спасибо за внимание. Всем пока.